Сегодня на этом месте за дворцом культуры города Новокубышевска расположена парковка для служебного транспорта, но продлиться это недолго. Здесь будет пристрой, который станет домом для театра студии «Грань». Каким будет здание, пока большой вопрос. Ясно одно, оно будет технологичным, современным и неординарным. Предусмотрят все – зрительный зал на 200 мест, фойе, буфет и необходимые помещения для актеров. А еще гардероб, фальш-этаж для техники, костюмерные, декорационные, грузовой лифт и даже музей. Новые возможности для сценографии и режиссуры откроют новые грани для театра, который не боится экспериментов. Мы очень хотим, во-первых, сохранить ту камерность и атмосферу, которая существует. Поэтому мы планируем, что зал будет не больше 200 мест. Это позволит все равно оставаться в рамках камерного, малой формы, камерного пространства. И с другой стороны, конечно же, мы хотим сохранить и вот это пространство, которое на сегодняшний день будет использоваться и как репетиционное, и как пространство зала для сохранения тех спектаклей, которые сейчас есть. Пока будущее здание театра нарисовано от руки студентами-архитекторами Самарского государственного технического университета. Если идею согласуют, начнется этап проектирования. В мэрии Новокуйбышевска, говорят, при строительстве прислушаются именно коллективу театра, который славит небольшой индустриальный городок на весь театральный мир. Мы акцент будем делать на тех требованиях, которые они будут высказывать. То есть мы сделаем театр именно под них, как бы они это видели. Оснастив необходимыми техническими средствами определенными, то, что сейчас есть, скажем так, интересное в нашем мире, поэтому наша задача сделать интересный пристрой, технически оснащенный, который бы, опять же, работал на жителей нашей Самарской области. О собственном здании для грани говорили давно, но после того, как театр стал лауреатом национальной премии «Золотая маска», откладывать вопрос уже стало стыдно, шутит министр культуры Сергей Филиппов. Уверяет, денег жалеть не будут, внутри и снаружи театр будет отвечать современным требованиям. Если мы планируем строить театр, то это должен быть театр завтрашнего дня, учитывая то, что у нас не каждый день такие возможности строить театр появляются. Отдельные благодарности, конечно же, администрации города, которые находят возможности уже сейчас подготовиться к выходу на этап проектирования. Я знаю, что есть планы заняться проектированием уже в этом году. О сумме сметы можно будет говорить только после завершения проектных работ. В это время мэрия Новокуйбышевска займется и поиском инвесторов, которые помогут в реализации смелого проекта. Мариана Мирная, Константин Головин. События.